Добрый день, на связи Визионер с очередной подборкой новостей из мира науки и высоких технологий. В этом выпуске Цукерберг показал новые умные очки и VR-шлем. NASA получила груз с черной пылью. iPhone 15 Pro подвел Apple. Не переключайтесь. В конце сентября Марк Цукерберг провел презентацию новой линейки продукции компании Meta. Главным анонсом стало третье поколение VR-гарнитур MetaQuest. Шлем MetaQuest 3 похудел на 40% и теперь напоминает очень большие очки. При этом мощность гаджета увеличилась в 2 раза за счет VR-чип Qualcomm Snapdragon XR2 Gen2 и графического процессора Adreno 730. Повысилось и качество изображения. На один глаз теперь выводится картинка в разрешении 2064 на 2208 пикселей. Частота обновления составляет от 90 до 120 Гц. Поле зрения составляет 110 градусов. За один комплект Meta просит от 500 долларов. Продажа стартует 10 октября. В комплект включена полугодовая подписка на сервис Quest Plus VR. Позднее планируется добавить поддержку облачного сервиса Xbox Cloud Gaming. Вторая новинка от Meta это умные очки второго поколения Ray-Ban Meta Smart, которые создавались в сотрудничестве с брендом Ray-Ban. Они получили 12-мегапиксельную камеру, улучшенные динамики и новую оправу Headliner Smart. Можно использовать в качестве наушников, причем звук не будут слышать окружающие. Пять микрофонов обеспечивают качественную голосовую связь и функцию записи пространственного звука. Камера расположена в правой части оправы. На левой части установлен светодиод, сигнализирующий окружающим о том, что ведется фото- или видеосъемка. Разрешение видео составляет 1080p. Доступна возможность введения трансляции в Facebook и Instagram. Сердцем очков является процессор Qualcomm Snapdragon AR1 Gen. Предусмотрено и 32 гигабайта флеш-памяти. Продажу Ray-Ban Meta Smart стартует 17 октября по цене от 299 долларов. Meta также продолжает расширять функционал в дополненной реальности и расширение на базе нейросетей. Так и инструменты для редактирования и создания контента получат пользователи Instagram, Facebook и WhatsApp. Искусственный интеллект поможет заменить фон в видео и стилизировать изображение. При этом такой контент получат пометку, сигнализирующую о применении ИИ. Кроме того, помощник позволит быстро и качественно создавать наборы стикеров. Instagram, Facebook и WhatsApp получат и поддержку чат-ботов. Причем утверждается, что большое внимание было уделено построению фраз, чтобы сделать текст более роботизированным. Некоторые чат-боты подражают знаменитостям. Meta запрещена в РФ как экстремистская организация. Google вляпалась в очередной скандал, связанный с чат-ботом BART.ai. В открытый доступ попала переписка пользователей с ИИ. Уязвимость обнаружил консультант по SEO Гаган Гадра. В качестве примера он выложил скриншоты запросов, посвященные выдрам в Сингапуре. Впрочем, научный сотрудник Google DeepMind Питер Лю утверждает, что переписка проиндексировалась из-за того, что пользователь воспользует функцией поделиться, которая встроена в чат-бота. Однако многие специалисты считают изменение политики Google в сфере конфиденциальности опасным сигналом, так как раньше ее продукты более серьезно относились к вопросу защиты, конфиденциальной информации. Чуть позже компания все же пошла на уступки, пообещав заблокировать индексацию разговоров с ИИ. CD набирает силу скандал вокруг iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Флагманские смартфоны от Apple на бумаге выглядели как настоящие монстры, способные запускать игры с консольным качеством графики, а также выполнять множество других задач. А в реальности выяснилось, что компания не смогла решить проблему перегрева, из-за чего начинается троттлинг. Это вызывает сильные тормоза в приложениях и играх, причем в некоторых сценариях базовый iPhone 15 может справиться с задачами лучше своего старшего собрата. Троттлинг фиксируется даже в том случае, если человек занимается повседневными задачами. Переписка в мессенджеры. Предположительно, одним из просчетов стало добавление в конструкцию элементов из титана, так как данный металл обладает ужасной теплопроводностью. Вариантов решения проблемы у Apple немного. Ей придется проигнорировать недостаток или выпустить обновление, которое замедлит работу процессора. В последнем случае она подставит не только пользователей, но и партнеров, среди которых есть издательства Capcom и Ubisoft. Компания DJI представила свой новый мини-дрон Mini 4 Pro, который выделяется на фоне предшественников за счет увеличенной дальности полета и технологии всенаправленного обнаружения препятствий, который позволяет беспилотнику автоматически притормаживать и обходить барьеры. Вес дрона составляет менее 250 грамм. Беспилотник оснащен камерой с кноп-сенсором. Разрешение составляет 48 мегапикселей, причем доступна съемка HDR-видео в разрешении 4К и частотой в 60 кадров в секунду. Мини 4 Pro также оснащен подвесом с широким углом поворота, что обеспечивает плавное движение камеры. На одном заряде дрон способен оставаться в возрасте до 34 минут. Показатель увеличивается до 45 минут, если вставить аккумулятор в Intelligent Flight Battery Plus. За базовый комплект Мини 4 Pro с контроллером RCN2 компания просит 759 долларов. Власти Белоруссии ввели полный запрет на покупку, использование, хранение и изготовление дронов для частных лиц. Исключение сделано только для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые получили спецразрешение. В течение следующих 6 месяцев граждане Белоруссии будут обязаны продать или сдать имеющиеся у них дроны на хранение в определенную правительству и организацию, которая пока не была выбрана. Разрешение будут выдавать департамент по авиации, Министерства транспорта и коммуникации. Также будет создана система госучета дронов под контрольным департаментом по авиации. Китайская компания BID продемонстрировала уникальные возможности своего внедорожника Yangwang U-8 с гибридной силовой установкой. Дело в том, что они умеют плавать. Каждое колесо оснащено собственным электродвигателем, что позволяет ему развивать в воде скорость в районе 3 км в час, а также крутиться на месте. Заряды при этом хватит где-то на 30 минут вводных процедур. Внедорожник в базовой комплектации также способен преодолевать броды глубиной до метра. Подзарядка тяговой батареи осуществляется за счет двигателя внутреннего сгорания. Поставки автомобиля должны стартовать в октябре. Просят за него около 150 тысяч долларов. Представители НАСА сообщили, что на Землю был успешно доставлен контейнер с образцами грунта с поверхности астероида Бенну, который добыл аппарат Осирис Рекс еще несколько лет назад. После вскрытия капсулы выяснилось, что груз состоял из черной пыли. Последнюю отправили на анализ, дабы выяснить является ли она действительно образцом грунта или произошла ошибка. Миссия имеет большое значение в связи с тем, что в ходе экспедиции к астероиду Ирюгу японские ученые обнаружили в образцах грунта элементы органики и даже витамины. Это поможет повлиять на позиции о теории о внеземном разорождении жизни на Земле. Тесла продолжает подогревать интерес к своим человекоподобным роботам Optimus. В новом видео демонстрируются их возможности. Компания Илона Маска отметила, что роботы способны на самокалибровку движения, что стало возможным за счет встроенных в суставы датчиков и систем машинного зрения, которые позволяют Optimus обучаться и адаптироваться к выполнению поставленных задач. Ролики роботы также выполняли задания по сортировке пластиковых разноцветных блоков. Дополнительно Optimus способен балансировать на одной ноге, что повышает его устойчивость. Спасибо за просмотр! Не забывайте ставить лайк, прожимать колокольчик и подписываться на канал, чтобы не пропустить свежие новости из мира высоких технологий.